Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Полиция Испании пресекла деятельность армянской группировки во главе с вором в законе. Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной организации выходцев из Армении во главе с вором в законе. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов. По их информации, в Испании и во Франции были задержаны 28 членов группировки. Ее главарь был задержан в королевстве. Правоохранительные органы провели несколько десятков обысков, в ходе которых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, деньги и украшения. О существовании преступной организации стало известно в конце 2020 года. В отношении главаря группировки ранее уже начинали расследование. По версии полиции, подозреваемые занимались кражами, а также контрабандой табачной продукции по Европе и отмыванием денег. Ранее до этого в СМИ писали, что вор в законе, руководивший бандой, задержан в Испании. В Армении арестованы четверо членов преступной группировки, их главарь обнаружен в Испании, сообщает Следственный комитет Республики Армения. По данным ведомства, предварительное расследование в отношении четырех фигурантов дело завершено. Как выяснили в Управлении по борьбе трафикингом людей, преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков, в период с 15 по 27 декабря 2021 года, возглавляемая вором в законе ЭДЖ, группа, в которую входили АН, КК, ВМ и АМ, собрала предназначенные для отбывающих срок в тюрьме лиц 1500 пачек сигарет, 300 пачек чая и около 1,5 миллиона драмов наличными в качестве так называемого грева. Из собранных денег по указанию ЭДЖ. По тюрьмам были распределены 350 тысяч драмов, остальное АН присвоил. Кроме того, в ноябре этого же года к ЭДЖ. Обратился житель Степанавана, который поссорился с бывшим приятелем по денежному вопросу и попытался с помощью криминальнок по автори рета решить свою проблему. К ЭДЖ. Поступали обращения также от других граждан с просьбой выбить деньги у задолжавших им знакомых. Помимо организации возврата денег, АН также разъяснял спорные вопросы, возникшие между людьми, следя за соблюдением правильного образа жизни. В некоторых случаях конфликт перерастал в поножовщину или избиение. По завершении расследования на основании материалов уголовного дела, следователь подал ходатайство об аресте четырех членов преступной группировки АН, КК, ВМ и АМ, которое было удовлетворено. Также заведено уголовное преследование в отношении главаря банды ЭДЖ. По признакам пункта 5, части 2, статьи 323 УК РА, создание или управление группой с криминальной субкультурой. В его отношении в качестве меры пресечения избран арест и объявлен розыск. Он обнаружен в Испании и арестован, решаются вопросы о его экстрадиции в Армению.